Донецкая Народная Республика Сначала операции на Юго-Востоке они потеряли убитыми, по некоторым данным, не менее двух с половиной тысяч человек. О том, как Киев превращает зону боевых действий в парк экстремальных развлечений для иностранных туристов. Дмитрий Мельников. Тренировочный день батальона «Азов» на одной из баз «Бердянский». Немолодой, отягощенный бронежилетом брюнет с автоматом Калашникова, в батальоне получил кличку «Дон». Франческо Фонтана – один из нескольких сотен западных авантюристов, прилетевший на воюющую Украину как стервятник на запах крови. 53-летний итальянец, боевик иностранного легиона, с восторгом рассказывает о том, как крошил баррикады ополченцев во время боевого крещения под Мариуполем. Мы волонтеры и денег я здесь не получаю. Сам заплатил за билет, чтобы приехать сюда, на Украину. Такой опыт мне снился всю мою жизнь. Я мечтал об этом. Здесь нет места сантиментам. Это война и я здесь, чтобы убивать. Татуировка на предплечье в виде черной акулы. Вот итальянский головорез уже без маски. В молодости член радикальных кружков на старости лет. Фонтана бросил карьеру менеджера в автосалоне и поехал в Киев на Майдан. Там вступил в правый сектор, а затем стал членом иностранного легиона батальона АЗОВ, который киевские власти создали с подачи советников из Вашингтона. Это люди, которые даже не скрывают, что они просто убивают мирных людей и рассматривают украинцев как просто папуасов. Даже не как папуасов, а как по сути просто каких-то животных, на которых можно покупать лицензию на отстрел, включая танки, гаубицы и все остальное. О том, что иностранцы в самом деле едут на Украину убивать ради удовольствия и готовы за это платить, рассказывает бывший сотрудник компании Blackwaters, гражданин США Стэн Паттон. Вот его твиттер, где он делится расценками на цитата «Сафари на Украине в стиле бегущего человека». Выстрел из гаубицы – 100 долларов, из танка – 200 долларов. Выстрел по деревне оценен в 350 долларов США. А вот еще один яркий представитель интернациональной шайки на службе у Киева – 37-летний швед Микаэль Скилт. От командования батальона АЗОВ, который подчиняется лично министру внутренних дел Авакову, он получил награду за убийство ополченцев. Шведский снайпер лица не скрывает. Это особое чувство, когда твое сердце колотится, и ты слышишь, как пули свистят рядом с тобой, и видишь, как они ударяются в землю. Я слышал, что они готовы заплатить 80 тысяч за мою голову. Ну давайте, идите, возьмите меня. Международный сброд попадает на Украину благодаря вот этому человеку – умелому рекрутеру, 46-летнему французу Гастону Бессону. Вот его объявление в интернете с предложением поучаствовать в кровавом сафари на Украине. Мы приглашаем вас вступить в батальон АЗОВ. Оплаты нет. Мы готовы встретить вас в Киеве. От вас не нужна информация о вашем семейном и социальном положении. Сообщите, готовы ли вы сами участвовать в боях или будете тренировать молодых солдат. Или и то, и другое. По прибытию в Киев вы получите контактный номер нашего англоговорящего сотрудника. Сон, питание и прочее на нашей базе на Юго-Востоке. Уроженец Мексики служил во французском десанте и спецназе в Юго-Восточной Азии. Участник трех переворотов и двух войн – Лаос, Бирма, Суринам – в 1991-м таким же наемником убивал сербов в Хорватии, затем в Боснии. В бывшей Югославии его подразделение отличалось наибольшей жестокостью и беспощадностью по отношению к сербам, в том числе и мирным. В принципе, мы видим, что аналогичные события происходят и на бывшем Юго-Востоке, сейчас в Новороссии. Француз не скрывает, что приехал на Украину так, как знал. Его опыт власти Киева оценят по достоинству. Люди приезжают из самых разных стран – Финляндия, Норвегия, Швеция, Англия, Франция, Италия. Мы не берем фанатиков и экстремистов. Нам нужны люди с военным опытом, профессионалы. Мы ни за НАТО, ни за Евросоюз, нас вообще не интересует политика. Каждый день я получаю около 15 писем на e-mail от желающих приехать воевать на Украину. Все мы понимаем, что здесь война и каждый день тебя могут ранить или убить. Этих мастеров грязной работы администрация США сейчас привлекает во все горячие точки – Афганистан, Ирак, Сирию. Известно, что за первые 9 месяцев президентства Обамы число наемников в зарубежных операциях США выросло в 2,5 раза. Стратегия американских советников, которую реализуют украинские власти, подразумевает увеличение числа иностранных наемников и на юго-восточном направлении в Украине. Дмитрий Меликов и Анна Цимайла, Вести.